В Южном городе приступили к строительству суперсовременного образовательного комплекса. Открытие запланировано на 2017 год. Официальный старт большой стройки дал губернатор. Он вложил капсулу с посланием потомкам в основание фундамента. Новое общеобразовательное учреждение сможет принять 1200 учащихся и станет одним из лучших в регионе. И не исключено, что со временем в новом микрорайоне Самары появится еще одна школа. Ольга Павловская подробнее. Старт дан. Уже через два года школа примет первых учеников. Здесь будут современные блоки учебных помещений начальных и старших классов, 4 спортзала, библиотека с медиа-центром, читальным залом и книгохранилищем, столовая, фойе с зимним садом. Уважаемый Николай Иванович, мы хотели бы вас поблагодарить за такой красивый, комфортный микрорайон. Спасибо вам за поддержку в его строительстве. Мы очень рады сегодняшнему событию, что наши дети в ближайшем будущем пойдут в новую школу, комфортную, большую. Новые школы не строились в Самарской области на протяжении 20 лет, но этот этап в прошлом. В 2015 началось возведение учебных заведений и в Кошеле в проекте, и в Южном городе. Мы в две смены рассчитывать не будем, заложим в другом месте еще одну попозже, для того, чтобы могли заниматься дети в одну смену, а вторая смена была, школа использована для внеклассной работы, кружковой работы, для того, чтобы не только хорошее образование ребятишки получали, но еще разностороннюю подготовку, там и, скажем, музыка, и там спорт, и все, все. Далее экскурсия. Глава региона осматривает микрорайон, как идет застройка и общается с жителями. Где раньше жили? Мы на Старе-Загоре. Здесь лучше? Да. Чем? Здесь много площадок игровых. И тут она лучше. Трехэтажные, ой, пятиэтажные дома, в них очень много места. Глава региона осматривает строящийся спорткомплекс. Здесь будет универсальный зал и бассейн. Объект будет готов уже к октябрю. Вообще микрорайон развивается быстро. Старостроительство первого дома был дан в июне 2013-го, а сейчас вся первая очередь уже сдана. В квартирах проживает 10 тысяч людей. Широкие улицы, чистота, спортивные детские площадки – это то, что привлекает будущих покупателей. Вот это меня вот здесь порадовало, по-настоящему порадовало. Вот каков современный должен быть город. Вот и Самара, там чисто, площадки современные, не по грязи там. Понятно, и у вас есть желание на этой площадке побегать, и у репетишки есть желание. Уже работает на территории микрорайона и детский садик. Экскурсию проводит юная Ксения, выпускница этого года. Рассказывает, здесь они не просто играют, а занимаются научными разработками. За знание аэрокосмической тематики девочка получает подарок от губернатора. Где такие частички? Пойдут? Пойдут. Спасибо. Спасибо. Какие красивые. На память. Молодец. Спасибо. Все знаешь, все хорошо. Уже в августе в Южном городе откроют офис врача общей практики «Две аптеки». Решаются вопросы о строительстве при клинике канатной дороги. И еще одного детского сада. Утром метут, потом поливалка проходит и поливает. Вот знаете, как работают. Деревья. Спасибо. Деревья. Как вы сказали, как за рубежом живете? Как в маленькой Швейцарии. Да. В маленькой Швейцарии. Правильно. Редко мне что нравится, а здесь понравилось. Ольга Павловская, Алексей Вермисткин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова